Привет! Привет, мои дорогие любители математики! Особенно восьмиклассники и те, кто хотят сдать ОГЭ после девятого класса. Но главное, восьмиклассники. Ну и ОГЭшники тоже, не забывайте, что все для вас. Итак, сегодня мы решим пример сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. Прошу камеру наехать на доску. Итак, перед нами три дроби с разными знаменателями. Алгоритм простой. Чтобы решить, чтобы сложить или вычесть дроби с разными знаменателями, надо, первое, разложить каждый знаменатель на множители. Делаем это. В первой дроби мы замечаем, что за скобки можно вынести два. В скобках остается 3А, здесь минус 2Б. Есть такое небольшое ноу-хау, но его знают все учителя. Чтобы проверить, правильно ли ты вынес за скобки, надо обратно быстро умножить. 2 на 3А, 6А. 2 на 2Б, 4Б. Мы правильно это сделали. Далее, минус. Во второй дроби тоже двойку выносим за скобки. 3А плюс 2Б. А в третьей дроби вынести за скобки нечего. Но мы видим квадрат первого числа, здесь квадрат второго числа. Разность квадратов равна произведению разности двух чисел на сумму. 3А минус 2Б умножить на 3А плюс 2Б. Итак, первую часть алгоритма мы выполнили. Разложили на множители каждый знаменатель. А теперь необходимо составить общий знаменатель. Для этого надо взять каждый множитель один раз. Двоечку берем. Эту уже не берем, она здесь есть. Эту скобку берем, она ведь множитель. 3А минус 2Б. Все, двойку уже взяли, не берем. 3А плюс 2Б не было, берем. Так, эту уже взяли разок. Эту взяли один раз. Все, общий знаменатель получился. Теперь каждую дробь надо домножить на недостающий множитель. Чем отличается этот знаменатель от общего? Ну, кто-нибудь скажет? 3А плюс 2Б. 3А плюс 2Б. Значит, этот числитель надо домножить на 3А плюс 2Б. Этот на сколько? 3А минус 2Б. Правильно. А этот? Чего не хватает? Двоечки не хватает. Умножаем на 2. Поехали. Единицу умножить на 3А плюс 2Б. Да любое число умножить на единицу будет это же число. 3А плюс 2Б. А вот здесь маленькая тонкость. Лайфхак от Петра Александровича. Не ленитесь. Вот этот минус учитывайте. Ставьте его. Я, конечно, могу раскрыть скобки сразу. Но чтобы не допустить ошибки, советую на первых порах ставить скобочку. Минус. Единицу умножить на любую скобку будет эта же скобка. Плюс. Ну, дважды 3 уж. Сами посчитаем. 6А. Плюс 6А. Равно. Теперь в числителе раскрываем скобки. Если перед скобками стоит минус, при раскрытии скобок знаки меняются на противоположные. Камеру сюда, мой друг, оператор. 3А плюс 2Б. Скобки раскрываем. Минус 3А. Здесь был минус. Перед скобкой минус будет плюс 2Б. И плюс 6А. Знаменатель тот же. 2. 3А минус 2Б. На 3А плюс 2Б. Я, конечно, вижу, что это разность квадратов, ребята. Но пока не пытаюсь ее собирать в разность квадратов. Вдруг что-то получится и придется сокращать. Пока так ее держу. Приводим подобность. 3А минус 3А. Если из чего-то вычесть то же самое. Ноль. Тут и математики не надо. 2Б плюс 2Б. 2 арбуза плюс 2 арбуза. 4 арбуза. 2Б плюс 2Б. 4Б. Коэффициенты сложить давайте по математически. Я буквенную часть составить той же. Это подобные слагаемые. И плюс 6А. Двойка. 3А минус 2Б. 3А плюс 2Б. А вот теперь вы увидите, почему я не стал собирать произведение разности на сумму в разность квадратов. Двойку можно вынести в числителе? Выносим двойку за скобки. Остается 2Б плюс 3А. Деленая. Не поленюсь, перепишу на 2Б. Видите уже, что можно сократить? Первый множитель, второй множитель, первый множитель, второй, третий. Есть одинаковые множители. Сокращаем. Остается... Чуть не забыл. Мне никто не поправил. Двойки-то тоже можно сократить, а не общие множители. Что осталось в числителе? Единица в знаменателе 3А минус 2Б. Вот, ребятки, был вот такой пример. Покажи. Был гигантский пример из трех дробей. Результат. Совершенно простенькая дробь. Единица, дивиденную на 3А минус 2Б. Пересматривайте это видео. Можете в замедленном повторе. Потом берите бумагу, записывайте этот пример. И попробуйте решить сами. Если ничего не получится, включайте. Да и смотрите все другие. Всем большой математический привет!